Методика преподавателя Продавание христианской этики и предания в обычных школах и в воскресных. То, что я буду вам рассказывать, является коллективным опытом множества святых подвижников, таких как Иоанн Кронштадтский, Нектарий Игинский, Иустин Сербский, Николай Сербский, которые в разное время, в 20 веке, сталкивались с вопросом, как правильно преподавать, для того, чтобы детям не было скучно и неинтересно. И они мудро разрешали этот вопрос, преподавая в духе святоотеческом. Для того, чтобы разобраться, как они это делали, я предпринял исследовательскую работу и изучил их метод преподавания, и сегодня он будет вам представлен, по крайней мере, частично. Конечно, мы, в первую очередь, должны ответить на вопрос, что такое христианская этика, что такое предание, и чем все это отличается от этики обычной, от этики светской. Здесь нужно сказать, что если физика знакомит ребенка с миром физических законов, или, можно сказать, вводит в реальность физических законов, математика вводит в реальность математических законов, то в какую реальность вводит ребенка христианская этика? И здесь нужно сказать, что она вводит ребенка в реальность духовного мира. Вы все помните, что Библия начинается словами «вначале сотворил Бог небо и землю». Этими словами подчеркивается, что небо, не физическое небо имеется в виду, а духовный и ангельский мир. И человек может не думать о духовном мире, но он не может от него отгородиться. Если кто-то читал замечательную книгу «Властелин колец» Джона Толкина, то там есть такой момент, когда один хоббит говорит волшебнику, «Неужели мы не можем закрыться и отгородиться от всех этих напастей хотя бы у себя в хоббитании, ну в своей стране?» И волшебник отвечает «Вы-то можете отгородиться от мира, но мир от вас не отгораживался». Несколько лет назад в школе у меня был такой случай. Один мальчик, Володя, из четвертого класса, пожаловался мне, что когда он остается дома один, это часто бывает, к нему приходит пугающее видение, которое имеет некий темный образ и довольно-таки сильно пугает ребенка. Я посоветовал ему молиться Божией Матери в следующий раз, когда пугающее видение придет. И действительно в следующий раз, когда пугающее видение его посетило, он стал молиться Божией Матери, и это видение в страхе от него бежало, от обыкновенного мальчика. И это означает и показывает, что ребенку нужны были не просто слова о духовном мире, а непосредственная защита от некоторых его проявлений. Потому что говорить о духовном мире одно, а сталкиваться с ним совсем другое. Или один мой знакомый, с которым мы вместе учились в Белгороде, он был выпускником семинарии белгородской, и он проводил уроки для десятиклассников в Белгороде. Также по христианской этике там в России развиваются основы православной культуры. И последним уроком у него была экскурсия в храм. Когда же он привел учеников 10 класса в храм, к мощам Иосафа Белгородского, то некоторые из детей подошли спокойно, у некоторых начались проблемы, у некоторых начались припадки. И все это еще раз показало, что любой человек может столкнуться с духовным миром и сталкиваться с ним постоянно. И поэтому христианская этика является выражением религии в школе. К сожалению, той религии, которой будет принадлежать проповедник. А вы сами знаете, что не каждая религия от Бога. Среди религий есть одна истинная и множество человеческих измышлений. Религия это путь к Богу, и поэтому важно выбрать путь правильный и настоящий. Человек, который выберет неправильно, также столкнуется с реальностью духовного мира, но с темной его стороной, и эта реальность его покалечит. Примеры секты, магия, оккультизм. И в школах это проявляется как вальдорская педагогика, педагогика Монашвили, гуманная педагогика и много-много другого, что тоже проникает в школы. Или возьмем другой пример уже свершившейся истории. 19 век, конец его. Были так называемые народные школы, которые полностью держались на волонтерском движении. То есть некий человек, богатый, какой-нибудь дворянин, брал на себя заботу о бедных, о учениках, собирал их в школу закрытого типа, где они жили до тех пор, пока не вырастали. Сейчас такая школа есть, допустим, у Аркадия Шатова в Москве. И вот пример три школы на выбор. Известные педагоги Ильминский, Рачинский и Лев Толстой. У каждого своя школа, у каждого свой метод, но при этом и Ильминский, и Рачинский православные люди, а Лев Толстой, как вы знаете, создал свою секту толстовцев и написал свое так называемое Евангелие. Уже из совершившейся истории мы знаем, что первые двое воспитали детей в православной вере. Эти дети, они были простыми людьми, но добрыми и светлыми. А из школы Лева Толстого вышли или революционеры, или алкоголики, и ни один из них не помянул добрым словом своего учителя. Духовный мир реален, и дорога к нему должна быть такой, которую указал Христос. Это дорога к истинному Богу и есть православие. Вы можете объяснить это детям и маленьким, и старшим, особенно старшим, что то, что я вам сказал, узнается по глубокой отраде сердца, которую сердце испытывает, когда человек обретает православие или сталкивается с ним. Человек начинает ощущать, что он нашел то, что искал. Понять, что православие истинно, мы можем по его плодам, а по святым. И поэтому о святых тоже можно говорить детям. Силуан Афонский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский есть только в православии, и никто больше не знает такой высоты и красоты отношений. При этом очень важно выбирать для преподавания тех святых и тех подвижников, которые жили в 20-м и 21-м веке. Потому что здесь работает такой духовный закон, о котором писал и старец Сафроний Сахара, и Силуан Афонский, что когда мы читаем, допустим, житие святых 4-го, 10-го века, мы верим, что это было. Но это нам кажется слишком далеко от нас. Слишком это не действует даже на сферу мечтаний человека, пока он не ощутит, что этот святой реален. Ну это как вот, допустим, есть люди, которые имеют живое отношение, допустим, к Василию Великому, к Иоанну Златоусту, но это те люди, которые пережили что-то по отношению к Василию и Иоанну. Ну, чтобы вам это было понятно, расскажу такую историю. Однажды епископ Митрофан зашел в иконную лавку своего храма, посмотрел на книги, грустно схватился за бороду и сказал, ну что же это такое, ну почему, почему здесь только книги о конце света, почему здесь разнообразные брошюры о святой воде, о том, как правильно вести себя в храме, но вы совершенно не читаете Василия Великого, Григория Богослова, Григория Паламу, ну почему же так? Он не находил ни ответа, ни объяснения и грустно держать за бороду ушел к себе. И одна его прихожанка прониклась его словами и взяла книгу Василия Великого «Шестоднев». Она стала читать эту книгу, и когда она прошла несколько глав, она вдруг предельно ясно ощутила, что святой рядом. Она ощутила некое неизреченное тепло, которое разливалось по всей ее душе. И она поняла, что это значит, что святой ее любит, и он ее видит. Ну, как, собственно говоря, вы уже знаете, что когда мы читаем книгу святого, он молится о нас. Но для того, чтобы так отнестись к Василию Великому, который жил в четвертом веке, нужно вот это самое живое отношение, его у ребенка нет. Поэтому, когда вы будете рассказывать, рассказывайте о новомучениках оптинских, о тех людях, о которых писал Вениамин Фитченков, рассказывайте о сербских современных подвижниках, в общем, о тех, кто жил в современных условиях среди машин, компьютеров и сотовых телефонов. Потому что тогда этот рассказ уже кажется ребенку не сказкой, а чем-то реальным. И это первое. И второе, когда вы будете подбирать истории, вам дети тоже будут рассказывать истории о том, как им Бог помогал. Это обязательно будет. У них будут простые, детские, добрые истории, но они будут. Записывайте эти истории. Они вам очень пригодятся в следующем году преподавания. Потому что в следующем году вы победно зайдете в класс и скажете, а в классе старше Вас, допустим, у Кати Волковой была такая история. И учительница, которая сидит в этом же классе, которая выпустила эту Кати Волкову, подтверждает, да, так оно и было. Конечно, это победоносный момент для преподавателя и очень действующий на детей. У детей бывают очень простые истории, бывают и не очень простые. Вот одна простая история, допустим, произошла у девочки по имени Катя Перова. А она сейчас учится в шестом классе 125-й школы на Фальтарском районе. Она чистила мясорубку после того, как покрутила фарш на мясорубку. Произошло это у нее в третьем классе. Покрутив фарш, она стала мыть мясорубку, чистить. И когда она все это сделала, она увидела, что нет ножа вращательной части. Она стала переживать, что мама будет ее ругать. И помолилась, Господи, ну пожалуйста, ну помоги, где этот нож? Ей приходят мысли, вот здесь рождаются слова. Слова, когда Бог говорит, всегда рождаются здесь. Слова были такие, посмотри в мусорном ведре. Она смотрит, ну там, куда она очистки выбрасывала, там лежит и нож. И она это рассказала нам на уроке. Это было, скажем так, радостью для всех, кто ее слушал. Бывают у детей редко, но бывают и более удивительные истории, когда происходит что-то совсем чудесное. Здесь, конечно, нужно внимательно смотреть на ребенка. И здесь такое правило, особенно у детей от первого по пятый класс, вот первая история, она всегда будет правдивой. Поднимает, допустим, девочка руку, я хочу рассказать, что у меня было. Но потом, как правило, дети ведь тоже хотят, чтобы на них обратили внимание. Они встают и начинают мямлить. А у меня было тоже такое. Я пошел туда с собачкой, нет, с кошечкой. И кошка превратилась в овчарку. Ну что-нибудь, в общем, такое. Но вы сразу увидите настоящую историю и не настоящую. Или вот пример настоящей истории. Встает девочка Катя Романова. Сейчас учится она в четвертом классе. Ой, Аня Романова, Аня Романова. Встает и говорит, говорит, мне на эту Пасху, она церковная девочка, а мне на эту Пасху взяла бабушка в храм. Ну, естественно, девочка, ну, сложно выставить службу. Четвертый класс. Это посадили на скамеечку. Я сижу и заснула. И вижу вот такой сон посреди службы. Во сне вижу весь храм и вижу себя на лавочке. И вдруг вижу, как ко мне спускается свет. Этот свет был живой, личный, и это был Бог. Но только она его видела в виде света. Представляете, да, как Григорий Палама. И он говорит, этот свет меня любил, я была нужна ему. И потом я, говорит, проснулась. Вот. Такие бывают истории. Подобных историй очень много. И вопрос о личности педагога в православии, ключевой и важнейший. Я приведу вам цитату Честертона. Воспитание детей всецело зависит от отношения к ним взрослых, а не от отношения взрослых к проблемам воспитания. Хотите, запишите эти слова. Воспитание детей всецело зависит от отношения к ним взрослых, а не от отношения взрослых к проблемам воспитания. В православии, как всегда, все по-другому видит. Вот посмотрите, да, как необычно. Светское воспитание совсем другое. Это методики, это техники, это системы. Как, допустим, чтобы ребенок выучил английский за неделю. И так далее. Стал хорошим за пять дней. А в православии ничего такого нет. Но зато она настолько свободна, настолько прекрасна, настолько необыкновенна. Что оно дает ребенку возможность жить этой свободой и радостью. Конечно, если преподать урок правильно. Если преподать урок правильно. Записали, да? Еще раз повторюсь, что вопрос о личности педагога в православии ключевой и важнейший. Все православное учение о воспитании и образовании направлено на того, кто учит. Это должен быть человек, не просто слышавший о вере, но имеющий свой опыт веры. Опыт благодатного освящения. Опыт богообщения. Словом, это должен быть церковный человек. Я приведу пример. Заходишь, допустим, в класс, сидят второклассники. И ведем урок и говорю, кто из вас имеет ощущение того, что Бог сейчас здесь есть? И часть детей, какая-то часть поднимает руку. Но если преподаватель сам не имеет ощущения того, что Бог сейчас в этой аудитории есть, как тогда дальше вести разговор? Что он может сказать детям? Поэтому человек должен иметь опыт освящения благодатного и ощущения Бога, чтобы преподавать эти предметы. Это должен быть, несомненно, воцерковленный человек, который воспринимает церковь не как организацию на манер католиков, а как тело Христово, где мы все дорогие, друг к другу родные, близкие и любимые. И тот, кто живет этим родством. Потому что в церкви, вы знаете, не каждый человек живет ощущением того, что другие ему близки. Далеко не каждый. Человек начинает жить только по мере своих благодатных подвигов, по мере своей любви, по мере своего святого покаяния, по мере участия в таинствах. И тогда открывается, для чего все это нужно. Оказывается, для того, чтобы увидеть другого человека, и, как говорится в сербстве, блаженство быть человеком. Но понимаешь это только тогда, когда другого человека ощущаешь, как любимого во Христе. Это понимают жены, это понимают мамы, это понимают мужья, сидящие здесь. Но в православии может каждый другой, ко множеству других так относиться. И это радость. Учитель должен сам иметь такой огонь, желание быть с Богом, чтобы дети сами захотели прийти в эту церковь. То есть мы должны явить красоту православия без морализаторства. Морализаторство нам не поможет. Как говорил современный подвижник, старец Гавриил Стародуб, проблема современных детей такова, что они не могут слышать наставления. По своей гордости они их отвергают. Даже малыши, даже очень маленькие дети отвергают наставления. Это страшная проблема, конечно же. Потому что, когда человек не желает учиться, он не научится быть добрым. Но мы, понимая эту проблему, действуем не в лоб. Мы не прямо им говорим, что ты должен быть хорошим. А мы им так показываем красоту добра, что они начинают ощущать, что быть злым ненормально, неестественно. И это реально можно сделать. Патриарх Алексей II говорил, что педагог не может научить тому, что он сам не исполнил и что он сам на опыте не познал. Это, конечно же, так и есть. Потому что, если, допустим, простой пример. Вот Надя учитель английского языка. А я слово не знаю по-английски, но несколько слов всего знаю. Я не могу научить английскому языку никому. Вот и так далее. Алексей, допустим, он математику знает. Я не знаю математику. Я не могу ей научить. И то же самое с учителем христианской этики. Но почему-то почти никто об этом не задумывается, к сожалению. Как почти мало кто задумывается, когда хочет, допустим, стать священником. Если кто-то читал по этому поводу письма Иоанна Крестьянкина одному человеку, который хотел священства, а он ему пишет. Хорошо, священником. Но почему бы я приглашу вам стать еще гениальным музыкантом, гениальным поэтом, гениальным художником? Что, не можете? А почему же вы думаете, что стать гениальным врачевателем душ другого человека, души другого человека, вы можете? Или вы считаете это легче? Конечно же, это не легче. И вот вы должны знать, что учитель этого предмета, это духовник и старец для тех маленьких детей, которые к нему приходят. Вы, можно сказать, первые его священники, даже когда вы делаете. Это поразительно и необыкновенно. Не в том смысле, вы таинства не служите, это понятно. Но вы для него духовник, кому он открывает свою душу. И часто вам будет эту душу открывать. Вам будет рассказывать много всего. О том, как им мучительно дома, какие у них сложности с одноклассниками. Как собачка потерялась. Как собачка потерялась. Да, да, да. Это все нужно будет выслушивать и дать им комментарий. Комментарий, потому что вы слышите. Комментарий такой, чтобы они ощутили, что вы живете в образе события. Вместе с этим ребенком. И вы выстраиваете с ним долгий диалог, который длится все ваше пребывание с этим ребенком несколько лет. Чтобы дать духовную оценку всему тому, что он увидел. Это значит, что мы должны учить не просто добродетельной жизни, но личному богообщению и личному богопричастию. Мне приходилось видеть, и очень часто, как по-человечески прекрасные учителя, даже, можно сказать, праведные учителя, когда доходило до урока, преподавали скучно. И виноваты были здесь не учителя, а та методика, которой они пользовались. Методика эта возникла еще до революции, в годы так называемого внешнего пленения русского богословия. Знаете, понимаете, о чем я говорю? Или не все? Нет. Значит, смотрите, было такое время, это исторический экскурс, вам просто об этом не расскажут, но это очень важно. Был такое время, начиная с эпохи Петра I, когда Петр I сделал все для того, чтобы церковь превратить в ведомство по церковным делам, по духовным делам, да-да-да. И тогда же, тогда же стали учить на западный манер, то есть стали браться католические учебники, католические подходы к церкви, ну вообще ко всему, и учить стали по образцам запада, по всевестным, это было два века, очень тяжелое было время во всей церкви, и никто не мог противостать, потому что в России всех душила власть гражданская, ну Петр и другие цари. А на Балканах были турки, и Греция, вся Византия была под турками, там не было возможности вообще даже голову поднять. Были такие люди, святые Калевады, которые первыми в 18 веке, начале 17 века, подняли движение в защиту людей добротолюбия, в защиту возвращения к святым отцам. Их было немного, всего около 100 человек. Они все прославлены как святые, они все претерпели изгнание с Афона, потому что это афонские монахи, и они, эти люди, они восстановили святоотеческую жизнь повсеместно, по всему миру целиком. Вот представьте, один единственный человек, Калевад, старец Паисий Величковский, наверное, как вам известно это имя, он восстановил жизнь по отцам, историческое руководство в России, на Украине, в Белоруссии, в Румынии, в Молдавии. Пять стран. Один человек. Представьте себе, какая была сила духовная у Калевадов. Хотя Паисий, в принципе, он имел только духовную силу. Вот если прощать его житье, там об этом очень ярко сказано, и это все описано. Но его духовной силы хватило, чтобы возродить, возродить духовную жизнь в пяти странах. До этого очень тяжело было. До этого святых отцов не печатали, потому что боялись впасть в прелесть. До этого преподавание велось на западный манер. И когда хотели обучиться чему-нибудь, ехали люди на запад. И в Греции, потому что она была под турками. И у нас, потому что Петр I считал, что самое лучшее то, что с запада. И вот это все с запада к нам приходило, и оно пыталось разрушить наш взгляд на мир, святоотеческий взгляд на мир. Получилось так, что в течение двух веков люди в большинстве своем богословствовали на западный манер, а молились православным. Это, собственно, страну и спасло, что молились православные, служба была православной. И потом вот эти люди, калевады, их наследники, в России патрология началась с Серафима Саровского. Кстати, обратите на это внимание, он был первым, кто благословил патрологию в России. И они возродили духовную жизнь. А потом был известный, очень известный духовный ренессанс уже в эмиграции. Такие известные богословы, как Шмеман, Мендорф, Флоровский, Фитченков. И наверняка вы должны знать эти имена. Прекрасные, светлейшие, тексты, замечательные произведения. И они вернули миру правильный взгляд на православие. Хотя не повсеместно. В некоторых местах до сих пор сохраняется западный взгляд. Ну в чем он сохраняется? Допустим, некоторые священники до сих пор могут говорить, что причащаться надо редко. Слышали такое? Вот. А ведь это не православное учение. Калевады говорили, причащаться нужно каждый день. Каждый день. А вдруг умрешь? Нет, не потому что умрешь. Потому что со Христом умрешь. Ну да, и умрешь. Да. И основание этого. Они целую книгу написали. Целую книгу. По поводу частного печати. Вот. И много-много подобных моментов. Очень много. То же самое касалось образования. Образование тоже шло на западный манер. На манер гуманистический. А в православии образование другое. И вот западное образование – это схоластика. Схоластика – это оторванность мысли от богословского опыта. От опыта жизни в Боге. То есть, когда человек выходит на урок и начинает рассказывать вот такое. У Бога семь свойств. Совесть делится на три части. И так далее. Детки сидят и зевают. Или старательно сдерживают свое зевание. Конечно, преподаватель рассказал очень интересные вещи. У Бога семь свойств. Он всеблагой, всемогущий, всеведущий. Но как это ко мне относится, дорогой преподаватель? Что мне до того, что Он всеблагой? Что мне до того, что Он всеведущий? Помните вопрос, который Льюис задавал Христу? Он говорил, какое мне дело до того, что ты, даже если ты Бог, умер и воскрес? Мне от какое до этого дело? Что в моей душе должно перемениться от этого? Это вопрос, на который мы должны им ответить. Мы должны поднести Христа не просто как живого, а как того, кто участвует в их земной жизни, кто вместе с ними, а не просто где-то на небесах живет. И это очень важно для преподавания. Известно, что дореволюционное преподавание закона Божьего, такого древнего варианта христианской этики, оно мертвило учеников. Если кто читал воспоминания Вениамина Фиченкова, то он прямо говорит, что ученики не горели. Они горели, потому что не горели учителя. Но учителям было все равно. Сейчас есть другая крайность, когда учитель горит не по разуму. Вот он приходит и начинает рассказывать детям, что им это типа того, что собаку нужно выгнать из дома. Ну и вот всякие такие дикие вещи. Дети это слушают. Как им это воспринимать? Конечно, православная методика предполагает, чтобы учитель жил подлинно христианской жизнью. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот он критерий. И это очень важно. Недавно, в 2005 году, русские священники ездили к известному кипрскому старцу Симеону. Они задали ему такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как нам работать с молодежью? И старец им сказал, для этого нужно сначала самим стать настоящими. И после этого он им вынес служебник бутылку литургического вина и прасфору, на которой служатся литургии. Показать им путь, с помощью которого можно стать настоящими. Причастие и литургии. Потому что наше преподавание литургично. И знаете, на уроках так бывает. Я помню, ввел уроки на ЦОФе. Мы почти о Боге не говорили. Но все дети знали, что школа православная. Даже когда мы могли неделю о Боге не говорить, все знали. Потому что было живое ощущение Бога. Живое ощущение того, что это православие. Радостное, пасхальное, светлое, ликующее и прекрасное. В методику, о которой я вам говорю, входит живая речь. Допустим, святой Николай Сербский, когда ему нужно было объяснить 10 заповедей, он в своей книге, которая так и называется, 10 заповедей, объясняет все заповеди на современных примерах людей, которых он знал лично. Он рассказывает заповедь, рассказывает случай и говорит, как дальше было с этим человеком, который исполнил заповедь или ее не исполнил. Прочтите эту книгу, она прекрасна. Короткая, замечательная книга. Образ 10 заповедей, святой Николай Сербский. Это образ нашего построения урока. Прекрасная книга, я не буду ее цитировать, потому что вы сами ее можете прочесть. Но это образ того, как урок нужно строить. Живая, современная речь. Никаких старослоенемов, но при этом, конечно, и никаких упрощений. То есть мы должны говорить живым, но классическим русским языком. Без всяких там уноста, ежели конечно и так далее. Да, 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 да. Посредством рассказов живых, современных, любая заповедь, любая моральная история перестает быть для ученика чем-то отвлеченным, а становится реальностью его жизни. И две основных цели преподавания я вам сейчас скажу. Они абсолютно не похожи на то, о чем говорят на Западе. Вот, допустим, современная вся система образования, светская и западная, и русская, и украинская, основана на том, чтобы ученик усвоил определенное количество знаний. Правильно? Ну, конечно. Православная система другая. Пишите. Первая цель. Дать ученику почувствовать присутствие Бога в его личной жизни. Дать ученику почувствовать присутствие Бога в его личной жизни. Не пересказать, что Господь жил так-то и так-то, а чтобы он ощутил, что Бог не на небесах живет, а Он здесь. Ты Ему нужен. Дать ученику почувствовать присутствие Бога в его личной жизни. Записали, да? Этого можно достигнуть через истории о его сверстниках, где они поступали так или иначе. Нам даже не обязательно и не нужно выводить из истории мораль. Настоящая история является неким произведением искусства, даже маленьким, и она действует глубже морализаторства. Она напрямую будет душу к покаянию. По этой причине возникает вопрос, где брать истории. Для начала я бы вам посоветовал такого автора Борис Ганалов. Запишите. Борис Ганалов. Это человек, который 10 лет назад начал преподавать в белорусской школе в Минске. Его экзак Филарет, не путайте с раскольником Филаретом, белорусский экзак Филарет, ему поручил заниматься детьми. Он пришел на урок и начинает вести урок. И вел он вначале так, там, убогость всем свойств и так далее. Он говорит, я смотрю, детям скучно. Я их говорю, как учитель могу заставить меня слушать, но явно их лучики внимания где-то в других мирах. Говорит, что же делать? Я вернулся домой, думал, думал. Потом вспомнил, я собирал папку, когда-то еще был неправославным, разных чудесных историй. Про растения, про обезьян, про животных, про что-нибудь. Я перехожу в следующий раз рассказывать истории. Дети слушали, а потом говорят, в следующий раз придете, да. А истории будут, да. Вот, кстати, по этой методике, когда ведешь урок, заходишь в любой класс, дети задают два вопроса. Первый вопрос, а сценки будут? Театральный момент в уроке. Очень люблю детей. И второй вопрос, а истории будут? И когда положительно отвечаешь на два вопроса, можно спокойно вести урок. Можно спокойно вести урок, потому что никто его не сорвет. Потому что даже хулиганы слушают с огромным вниманием. Хотя они потом не меняются, ну, по крайней мере, в парадигме уроков, в парадигме наших занятий. Но, в принципе, наш урок и не направлен на то, чтобы хулиган поменялся. Он направлен на то, чтобы те светлые, добрые дети, которые даже не понимают, но хотели бы, чтобы мир строился иначе, чем, допустим, там, Рексона, весь мир подождет и так далее. А по-другому как-нибудь. И вот мы им даем основания ощутить, что мир хороший. И в этом мире добро имеет вселенское значение. Им больше никто этого не скажет. Даже родители. Правильно, им этого говорить не будут. Потому что почти все родители в унынии, в депрессии. Много проблем у всех. По работе, да. Вот-вот сократят. Кризис в стране. Как обои переклеить? Куда на курорт уехать? Важнейшие вопросы. Где картошку купить? У православных еще конец света прибавляется. Да, у православных водителей еще конец света, основные паспорта, водители собаку вдумали не вводить и так далее. А дети мучаются. Дети, современные дети думают, что мир плохой. У современных детей пошатнулось в то, что мир хороший. Единственный способ им вернуть эту веру, это наши уроки. В воскресных и в общеобразовательных школах. Где мы можем явить, что мир хороший. Явить красоту добра. Явить такие отношения, которые есть в мире. Но мир их, как правило, не замечает. Помните, как Вениамин Федченков писал? Много было хорошего до революции. Но наша беда была в том, что мы этого не замечали. Понимаете? И поэтому простые добрые семейные отношения, чистые моменты какие-то, они не замечаются ни прессой, ни телевидением, ни общественным сознанием. Есть даже такая поговорка у представителей прессы, что поезда, которые пришли вовремя, никого не интересуют. А мы должны говорить о поездах, которые пришли вовремя. Ну, образом говоря, вы поняли, о чем я говорю. И вторая цель образования. Учить детей личной молитве и личному богообщению. Вообще о знаниях речь не идет, обратите внимание. Это достигается через молитвенный дух самого учителя. И опять же через истории о людях, которые молились. Известный современный подвижник Аркадий Шатов когда-то сказал, что когда он ездил на Афон, ему старец афонский сказал так. Он ему сказал, что если тебе когда-нибудь Господь приведет в руки учеников, учи их самому главному, учи их молитве. А молитвы всему остальному научат. И это действительно так. Нам очень важно, чтобы они захотели молиться. И к счастью это возможно, они начинают молиться. Конечно, эта молитва будет просьбой. Они просят чаще всего, не чаще всего, они часто просят о чем-то таком простом, для нас даже абсолютно незначимым. Вот, допустим, встает ребенок и говорит, я хочу рассказать. Я проходил уровень в Вархаммер и The Shadow of Honor Red в четвертую часть. И не мог пройти. А тут повалился. И прошел. Я такой довольный был. Конечно, с точки зрения взрослого, это кажется ерундой. Зачем Богу помогать ребенку, третикласснику, проходить уровень в Вархаммер и The Shadow of Honor Red еще и третьей части. Но у Бога есть какие-то основания для этого. И, скорее всего, Господь это делает для того, чтобы ребенок ощутил, что ребенок не одинок. Он сейчас молится об уровне, а потом он о чем-то другом будет молиться. Но главное, что он молится. Что его молитвы услышаны. Да, 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 и что его молитвы услышаны. И все. И Господь уже вошел в его жизнь через эту простую просьбу. Я помню, я сам в 10-м классе о подобном молился, когда играл в Мачлари Орд-2. Это нормальная молитва для нецерковного подростка и ребенка. Ну, какая еще у ребенка проблема? Родители ругаются, и в компьютере что-то не загружается. И все. На примере живых детей, живых детей настоящих. Берите вначале у Бориса Ганага. Борис Ганага для того, чтобы интересно было вести преподавание, собирает истории и их публикует. Они есть у нас в стенокафедре в электронном виде. Около 5 из 100 историй. Кроме того, у этой методики разработаны уроки, множество, несколько сотен уроков. Все это вы тоже можете брать у нас на кафедре. Все это есть в электронном виде, можно брать. С чего начинается учение о Богообщении? С совести. С несомненности того, о чем она говорит. Показать ребенку, что совесть есть голос Бога. И, конечно, важно, чтобы опыт общения с Богом был у учителя. Но для этого учителю должен быть Бог дорог. Показать, что Господь реально присутствует в жизни человека, в жизни учителя и в жизни детей. И показать это присутствие и в великом, и в малом. И у нас есть основания это делать. Я собираю уже 10 лет чудесные истории о том, как молитва помогала людям на территории Донбасса. Это очень интересные истории. И вы тоже можете собирать подобные вещи о детях, в первую очередь. Много очень о детях историй. Вот, допустим, такая история. Одна замечательная учительница, Лена ее зовут, ведет урок в 5 классе. Поднимает руку девочка. Урок христиански. Поднимает руку девочка. Я была раньше не верующая, а теперь очень сильно верю в Бога. Ну, а почему? Она рассказывает, говорит, я живу в многоэтажном доме, и родители с субботы на воскресенье в ночь ушли куда-то гулять. Я осталась одна. Я очень боялась. А тут еще что-то случилось, во всем доме выключают свет. Я вообще очень испугалась и попросила, Господь, если ты есть, пускай свет зажгется. И свет вот уже секунду зажегся. Вот, и представьте, она это рассказывает на уроке. Это, конечно, очень значимо для детей. И тут можно говорить, когда вы будете пересказывать, что для кого-то это случайность, но для нее это был момент встречи. И с вами будут происходить подобные истории. Но здесь очень важно показать вот еще что. Подойти к выключателю и сказать, а как вы думаете, дети, если я сейчас вот выключу свет и скажу, Господи, пускай он зажгется. Он зажгется. Да. Нет, он не зажгется. Дети должны с вами понять, почему. Они понимают, они говорят, потому что вы сами можете его включить. Если я сам могу его включить, здесь нет сложности. А Бог, нужно объяснить, помогает, когда помощь нужна, когда помощь необходима. И здесь можно приводить разные случаи, разные примеры. Ну вот, допустим, один мой друг, жена которого сидит в этом зале, рассказывал мне такую историю про святого Николая. Он ставил дверь китайскую у себя в квартире и неправильно привинтил шурупы. А дверь китайская и шурупы можно привинтить туда отверткой, а обратно вывинтить только с помощью шуруповерта. И без этого ничего не сделаешь. И вот он завинтил все неправильно, а мама заходит и начинает на него орать. Вот она орет на него час, второй, а он эту дверь пытается починить. И он не знает, что делать. И тогда он начинает молиться, святой Николай, помоги. И происходит чудо, у него получается вывернуть шурупы без шуруповерта. Ну, такую историю можно рассказывать, допустим, на уроке о святом Николае. Вообще весь урок о святом Николае, он строится из рассказов о современных чудесах. Современных чудес о нем очень много. Старец Паисий Афонский говорит, что работа над собой есть одновременно тихая работа над нашим ближним. Люди общаются глубже слов и глубже молчания, и сердце сердцу весть всегда подает. Допустим, если один человек к другому плохо относится, это почувствует. Другой человек, даже если тот ничего не скажет. И если учитель причастен к Богу и имеет благодать, дети обязательно это почувствуют, несомненно. И поэтому это важнейшее в нашем деле. Цитирую священника Бориса Нечипорова, уже покойного, но очень мудрого батюшку. Дать ребенку переживание личной пасхи, но это возможно только через труд ребенка и учителя над собой. Но если у педагога этого опыта нет, им не поделиться с ребенком. Воспитание – это питание. А чем? Благодатью. То есть Богом. Я лично понял очень простую вещь. Никаких методов воспитания нет и быть не может. С чем ты пришел к детям, то им и дашь. Если есть благодать, значит ты дашь ее ребенку. А если нет благодати, значит неоткуда и взять. Вот и все. Христос реально присутствует в жизни каждого человека и в жизни детей. И надо это им показать на примере жизненных историй. Показать на примере людей, которые прожили жизнь, оглядывались назад и видели, как не случайно все в жизни складывается всегда. И это нам помогает в нашей работе. Нужно показать ребенку много говорить о молитве. Нужно показать, что было бы странно, если бы какой-то ребенок только помогал маме, образ исполнения заповедей, но никогда бы с ней не разговаривал. И если, допустим, к необходимости церковных танцев нужно только подвести ребенка, только сказать о них, то о молитве можно говорить так, чтобы они захотели молиться. К сожалению, люди очень часто считают молитву чем-то неважным. И наоборот, у детей с 1 по 5 класса есть интуитивное ощущение важности молитвы, того, что она помогает. Конечно, очень долгое время у детей будет молитва в основном в случае нужды. Редко у кого будет иначе. Но это очень хорошо. Собственно говоря, молитве отцы давали определение, как встречи, как предстояние и общению с любимым. Знаете, Антоний Сурожский однажды, когда учил одного молодого диакона, как ему нужно молиться на клиросе. Ну, он читал еще на клиросе этот диакон, он ему сказал так, ты, пожалуйста, ничего не изображай, ты просто разговаривай с Богом, а другие пускай подслушивают, как ты с ним разговариваешь. И вот для тех, кто читает на клиросе, этот совет действительно очень помогает, потому что выходишь на клирос, и вот не знаешь, как читать, не можешь, скажем так, одновременно и читать, и молиться. И тогда вдруг начинаешь каким-то образом, ну, молишься, Господи, помоли, и вдруг начинаешь молиться. И уж ты молишься, и уже потом оказывается, что ты читал в ритме, читал в такте. Но это была молитва, и эта молитва, она радовала других людей. Одно из, опять же, лучших средств приучения детей к молитве, это молительность учителя. Учитель должен омолитить свою жизнь, и это передастся ребенку. Ведь люди очень влияют друг на друга своим духовным состоянием. И если учитель хоть в какой-то мере причастен к благодати, детям это передастся. Конечно, с молитвой связана борьба с грехом, но детям это еще пока непонятно. Дети, которые имеют даже единичный опыт молитвы, они будут задавать вопросы иногда о том, что они во время молитвы пережили. Допустим, они могут спрашивать, вот мы молились, и было хорошо, это мы плохо чувствовали. Или, допустим, здесь учитель должен иметь действительно собственный опыт молитвы, чтобы по истории оценить, что это было у ребенка. Бог, или его эмоции, или действительно прикосновение к благодати, или он просто ему так показалось. Нужно это уметь отследить, оценить. Но для этого нужно действительно знать благодать на вкус, чтобы понимать, о чем говорит ребенок. Чем младше ребенок, тем у него живее и острее чувство Бога. Это связано с тем, что малыш еще мало сделал грехов, и грехи его от Бога не закрывают. И, однако, у детей бывает тоже такое, что они молятся и Бога не чувствуют. И мы должны знать все объяснения отеческие, почему так бывает, применить это к ребенку. Конечно, ребенок чаще обычно будет просить у Бога чего-то, это будет очень долго. Бог может исполнить молитву ребенка, а может не исполнить. И ребенок потребует у нас ответа, почему я молился и не исполнилась. Допустим, одна девочка встает и говорит, я молилась, чтобы бабушка не умерла, а бабушка умерла. Почему? Ей нужно было давать ответ. Здесь, для того, чтобы объяснить ребенку молитвенную неудачу, лучше привести пример детей возраста младшего по отношению к тому ребенку, о котором мы говорим. Допустим, такой пример. Вот есть малыш пятилетний, который хочет, чтобы мама купила ему зимой уже пятую порцию мороженого. А мама не покупает. Как вы думаете, дети? Почему? Она садистка, она злодейка? Или по какой-то другой причине она не покупает ему пятую порцию мороженого зимой? Вот. И дети отвечают, они понимают. Или, допустим, другой пример, как человек хочет строиться жизнь вне Бога. Я привожу пример такой, говорю, детки, видел однажды одного ребенка, годовал, ну, уже года полтора ему было, он жил на руках у матери, а мама его держала в храме на руках. И ребенка, он не хотелось быть на руках, он упирался, наталкнул ломенные руки и хотел свободы. Дети, как вы думаете, если бы мама разжала руки, а пол был кафельный, что бы осталось ребенка? И вот Бог тоже так относится и к нам. Он не разжимает руки, чтобы мы не разбились в своей вот ложно понимаемой свободе. Или, допустим, другой пример. Его очень любят дети. Этот пример произошел в жизни одного епископа русского. В общем, он был верующим мальчиком с детства. И когда он был маленьким совсем мальчиком, пятилетним, у него у прадедушки была такая достопримечательность. У прадедушки была вставная челюсть. И каждый вечер он ее вынимал и ложил в стаканчик. И мальчику так это нравилось. И каждый вечер молился, Господи, пожалуйста, пусть я проснусь, и у меня будет вставная челюсть. Но Бог не исполнял его молитву. Дети, как вы думаете, почему? И дети снова отвечают, почему. Ну вот подобные истории очень, конечно же, помогают. Помогают сказать о том, что мы хотим донести детям. Очень важно показать детям в конечном итоге, что молитва не только просьба, но это разговор. Что Богу можно все сказать, что тебя тревожит, о чем ты думаешь. Что Богу можно все сказать, как маме. Именно здесь маму нужно приводить в пример, не отца. Потому что где-то у половины детей, по моим наблюдениям, отцы мучают. Мучают свои семьи, мучают своих мам. Маму все сказать. Маму все сказать. Просто тому человеку, который так выслушает. Но чаще всего это у ребенка мама. Чаще всего это мама. И также мы их приучаем через это к молитве таким вот образом. А можно ли ребенка напоминать, что нужно поваживаться? Или можно молчать? Можно, можно, конечно. Знаете, вот Антоний Сурорский вот эту проблему решал, как вот этот дятан. Он говорил, что мама в таких случаях, что вы молитесь вслух, но не на показ, а просто просите, молитесь, чтобы ребенок вас слышал. И ваша молительность, она передастся ребенку, несомненно. Потому что, знаете, дорогие девушки, дорогие женщины, вот вы должны знать, что, как говорил Гневин Федченков, что за каждым праведником на земле стоит праведная женщина. Или просто добрая женщина. Ну, ни один праведник не получился сам по себе. Всех их кто-то воспитывал. Или добрая бабушка, или добрая мама, или добрая воспитательница. Но это обязательно будет женщина. Даже за рождением в мир Христа стоит женщина. И даже Христос пришел в мир не без женщины. Это образ того, о чем я хочу вам сказать. На вас лежит, ну, скажем так, огромная возможность вам дана приводить в мир красоту. Именно красоту человеческую. Если мужчина, он, как правило, может создать красоту из чего-то, а адам может возделывать рай, создавать стихи, картины писать, или, допустим, из дерева что-нибудь строгать, ну, то есть что-то сделать руками или головой, то женщина может сделать красоту из человека, из другого человека, маленького. То есть делать его праведным и святым. Это именно женщины на земле делают. Поэтому служение женщины, оно на земле такое же, как служение священника и такое же, как служение Бога. Обратите внимание, какая вам дана удивительная возможность. Вы приводите людей к небу и делаете их людьми небесными. Это то, что делает женщина на земле. Поэтому не случайно все почти преподаватели христианской этики – это женщины или девушки. Это очень хорошо. Деткам лучше, конечно, говорить о простых каких-то молитвах. Господи, помоги, Господи, прости, Господи, благослови, Пресвятая Богородица, спаси нас, Ангелу Божию. Да, ну такие, простые молитвы. Отче наш, мне кажется, давать им не стоит, потому что его даже взрослый, мало кто понимает, зачем им молитвы отче наш. А ребенку оно просто кажется какой-то абра-хадаброй, но хотя они могут ей молиться. Некоторые детки читают отче наш. Меня одна девочка поразила в первом классе, Ира Шаповалова, нет, не Ира, Настя Шаповалова, говорит, я, говорит, это, купили родители журнал «Радость-то» «Чешлим лес». Ну просто случайно где-то купили. Я прочла там рассказ об Иисусовой молитве и прочитаю Иисусу свою молитву. Первый класс. Думаю, ничего себе, нет, девочка. Ну, а она реально, она ее читает, встает. Вон, нужно ее, расскажу вам эту молитву, рассказываешь. Вот. Ну, хорошая такая девочка. Нужно показать, что молитва имеет силу. Что молитва, ну, здесь вы сами начнете собирать эти истории. Некоторые из историй я могу вам дать. Ну, просто, ну, это лично я только буду давать, потому что на кафедре уже этого нет. Это я собирал, и некоторые, ну, у кого, кто закончится, я могу дать какие-то истории, которые могут помочь, ну, по крайней мере, первые уроки построить. Ну, допустим, такая история интересная. Когда работал в детской комнате на Цов-Чумаковской, приходят четыре ребенка. Два мальчика и две девочки, все из четвертого класса, из одного класса. И проблема у них была такая. Одна девочка недавно приняла крещение, и ей священник подарил детский молитвослов. А потом через несколько дней, ну, она, естественно, смотрела, я тут у него, через несколько дней они играли с мальчиками два на два в футбол. И вот девочки стали читать перед футболом молитву на начало всякого доброго дела. И несколько раз подряд выиграли у мальчика. И так поразило и девочек, и мальчиков, что они пришли ко мне спросить, правда ли, что молитва может так помочь. Ну, и действительно, я им рассказывал об этом. Подобных историй очень много. Конечно, у детей будет и молитвенная неудача, несомненно, как и у любого из нас она бывает. Но здесь нужно показать, что Бог мудрее. И вы знаете, то, что я хотел бы сейчас вам сказать, мне легче всего выразить стихом. Этот стих принадлежит Олесе Николаеве. Ну, я не буду его объяснять, вы сами все поймете. Текст «Твердя молодой и кондовый, подбоченясь, с улыбкой стальной, я хочу быть богатой и здоровой, а не бедной и усталой и больной. Море, солнце, цветов, винограда, и ответили мне с высоты. Все, что хочешь, я дам тебе чадо, но без этого ближе мне ты». У нас еще немножко времени есть, совсем чуть-чуть. Конечно, все эти методы, все эти способы, они очень помогают, очень помогают человеку, очень помогают учителю, и ребенку, который его слушает, они радуют ребенка. Хотелось бы сказать несколько слов о книгах, которые можно использовать в подготовке урока. Это Людмила Сурова. Можно брать любые книги. Допустим, «Православная школа сегодня», «Искание высот», «Открытый урок», «Открытый урок для детей маленьких», «Искание высот для больших». Статьи Аркадия Шатова, сейчас он Пантелеймон Шатов. Артемия Владимирова, Аркадий Шатов. Статьи есть в интернете, разные статьи, они под разными заголовками, идут. Артемий Владимиров, это все священники. Артемий Владимиров вообще такая лапочка, такой молодец, такой благодатный человек. Борис Нечипоров. Нечипоров? Нечипоров, да, Нечипоров. Записать на доске? Не запишу, к сожалению. Следующая. Прекрасная книга «Митрополитом Филохий Радович. Человек-носитель вечной жизни». Абсолютно уникальная книга, она есть в нашей библиотеке, на библиотеке подразделения. Амфилохий. Амфилохий Радович. Радович. Это сербский подвижник, сербский праведник. Он еще жив. У кого-то будет возможность побывать в Сербии, побывать у митрополита Амфилохии. Это ученик самого Иустина Сербского. Это современный старец, современный праведник. Также рекомендую вам три труда Андрея Курайова. Андрея Курайова. Это его книга. Записали Андрей Курайов, да? Это его книга «Школьное богословие». Читайте, прекрасная книга. Его книга «Взрослым о детской вере», которая составлена частично из книги «Школьное богословие». И много там и другого. И его учебник «Основ православной культуры», который сейчас есть в интернете и есть, опять же, у нас на кафедре в электронном виде. Очень интересный учебник. Можно истории оттуда брать. Он старается... Ну, он хорошо. Учебник замечательный. Следующее. Это Борис Аганага, я вам сказал. Митрополит Антоний Сурожский. Мысли о религиозном воспитании детей. Очень интересный труд, но маленький, но очень интересный. Такие два человека. Это муж и жена. Роман Янушковичус и Ольга Янушковичены. Это единственный хороший учебник для старших. Единственный. А вот как он называется, я вам точно не скажу. Кажется, основа благочестия. Следующее, о чем... Если вы устали, я прекращу, прерву лекцию. Но если хотите, могу еще что-то рассказать. Ну, я немножко расскажу. Значит, очень важна в нашем преподавании молитва учителя о детях. Учитель должен о них просить Бога, подавать о них записки в храм. Это очень помогает. И очень важно убедить мам, чтобы они молились о детях. Мне одна мама рассказывала, а она... Мама хулигана одного, Сашеньки. И этот Сашенька, он... Ну, очень дерзкий мальчик, очень злобный. Но она рассказывала, что в те дни, когда она о нем молилась, он вел себя лучше. Это для нее тоже было неким шоком, что такое чудище может еще себя и лучше вести. Сашенька. Может быть, она даже с ним была. Один, он говорит, что один греческий проповедник, который произносил прекрасные проповеди в храме, но никто его не слушал. Точнее, не слушали, но никто не менялся. Я однажды шел по городу Афины, это столица Греции, иду по городу, вижу, сколько-то статую из мрамора выбивает. Опустился на колени, инструментами бьет, ну, выбивает статую из мрамора. Я смотрю и говорю, как красиво, как прекрасно, если бы я мог бы тоже быть, такую же красоту создавать из людских сердец. А скульптор, наверное, был таким правильным человеком, поворачивается, и говорит, батюшка, вы, наверное, редко становитесь на колени. Ну, понятен ответ, да? То есть нужно дать Богу действовать в нашей жизни и в нашем уроке. Это достигается молитвой. Поиси Афонский говорит, что мы не можем изменить сердце другого, но Бог это сделать может и сделает. Это значит, что мы готовим хорошие условия для изменения сердца, а меняет его Бог. Приведу пример из, опять же, практики Иерафея Влахаса, современный тоже богословый, интересный очень. Он 6 лет в школе преподавал закон Божий в Греции. А потом в конце этого курса он собрал учеников и повез их на Афон. А они там встретились с Поиси Афонским, с Эмилианом, с Парцем. И потом 20 лет они не виделись. Через 25 лет они снова собрались с его бывшими учениками. Он их спросил, помните ли вы что-нибудь из того, что я вам рассказывал? Они сказали, мы не помним ничего из того, что вы рассказывали, но помним, как ездили на Афон и видели старцев. То есть надо дать детям возможность соприкоснуться со святыней. Конечно, идеально было бы везти в храм или в монастырь. Я раньше думал, это невозможно, но учителя не захотят. Но оказалось, среди вас есть одна учительница, которая это делает. Я не буду говорить, кто, но есть такая учительница, которая вводит своих детей из обычной школы в храм. И оказалось, что это возможно. Следующее. Святые покровители учителей христианской этики. Их, по крайней мере, двое. Это святой Нектарий Эгинский, пересвета, который он будет в эту среду. Всех приглашаю послушать, почему он покровитель нашего предмета. Нектарий Эгинский, он был много лет преподавателем закона Божьего для детей Греции. Он же не сразу стал епископом, не сразу стал монахом. Он был преподавателем много лет. И второй покровитель, святой Иоанн Кронштадтский. Он тоже много лет преподавал в России. Еще один важный момент, о котором хотелось бы сказать, и на этом мы закончим, что относительно метода преподавания для современных детей очень хорошо сказал святой Феофан Затворник. Он сказал так, не оставляй мысль в голом виде, но обязательно облеки в образ и доведи до чувства. Образ образом побеждай. Конечно, метод легенд, метод притч, метод истории, есть метод святоотеческий. Он освящен примером Спасителя. Помните, ведь Господь, Он тоже притчи использовал, когда говорил к людям. И людям было понятно, о чем Он им говорил. Для подростков, допустим, очень действенны легенды, авторские сказки тоже очень действенны. Значит, еще раз хочу сказать вам несколько вещей по поводу того, что у нас на кафедре есть вся эта методика, ее можно брать. Есть отдельные статьи по разным ее направлениям, которые я всем вам приготовил. Есть уроки для воскресной школы общеобразовательных, которые можно использовать и там, и там, которые также можно брать. Есть очень большая база истории, притч, легенд, которые мы выбрали для того, чтобы этот предмет лучше всего было преподавать. Всем этим, конечно же, я с вами поделюсь, только приходите. Какие будут вопросы? Нет никаких вопросов? Пока нет. Очень много. Очень много. Очень много. Их много. Это можно. По этому предмету у меня должно быть три лекции. Но получилось так, что их будет только две. Вторая лекция будет о конкретных методах, о театральном, о методе сказок, о методе рисунка, о методе фотографий. Я расскажу, скажем так, практические приемы того, о чем я вам сейчас рассказал. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok